Требую освободить экипаж и покинуть борт Москва-Университи, иначе я буду применять оружие. Я иду на сближение. Первым же выстрелом с гранатомета они сбили радар на танкере Московского университета. Страха нет. Ноги длинные, сами худые. Лезут на корабли, ничего не боять, животы рвут, а по колючку. Экипаж боевой. Просто так они не сдавались. Мы стояли на быстроходной лодке под бортом, и пираты с 7-8 метров открыли огонь по нам. У них у всех глаза красные, налиты кровью. Пуля в шею влетела, вырвала челюсть. Второму в плечо. Завязалась перестрелка. Один взгляд я кинул на пацанов, и только увидела злость оскала морского пехотинца, злость, ярость. Я сразу понял, что возьмём без проблем. В Аданском заливе успешно завершилась операция по освобождению российского танкера, захваченного пиратами. На борту судна находились 23 наших соотечественников. На корабле выведены из строя судовые радары и средства связи. В корпусе есть и отверстие от пуль. Спецоперация, которая войдёт в учебники по освобождению заложников. Так во всём мире сейчас оценивают действия команды корабля маршал Шапошников. А самих моряков называют героями. Танкер 23 человека, экипаж. Очень большой танкер, здоровый. Перевозил он нефть. Полностью заправлен был под ватерлинию. Захват осуществлялся на двух «Скифов». Потом третий подошёл. «Скиф» — это лёгкая пластиковая лодочка с мощными моторами. Там 70-75-ка, 40-ка стоят. Ну, в скорости хорошей они обгоняют корабли, догоняют корабли. Пиратов АК-47, калибр 7,62 — китайского производства, старые все. И РПГ советские. Днём они тоже особо не захватывают либо с раннего утра, либо под закат. Это почему либо экипаж ещё не проснулся, либо уже наработался, успокаивается и бдительность теряется. Им проще захватывать. Пираты выдвигаются на идентификацию судна. Я так понимаю, что действовали не просто так, по наводкам. Одна лодка подошла, посмотрели, помахали оружием с применением гранатомёта. Первым же выстрелом с гранатомёта они сбили радар на танкере Московский университет. И тем самым он пропал с АИСов. АИС — это приборы, где определяется суда, местоположение судов. Капитан судна Московский университет вышел на наш корабль по связи. — Сейчас вылетает, у нас в направлении взявутся. — Объяснил, что происходит в данный момент. Мы уже начали вычислять их по аварийному буйю. То есть аварийный буй через компанию «Новошип» скидывали нам координаты, где находятся. И мы знали, куда идти, где они сейчас находятся. Вообще-то, да, мне очень интересно. Там и борта высокие, и противопиратные всякие, там, и спирали Бруно натянуты, и замки, и всё навешано. И что только они придумают, как только они не извращаются, народ, который боится этих пиратов. Сами были в Джибути тоже, и у них очень популярно наркотическое средство — трава КАТ. Они жуют, у них прямо с детства там. Женщины, дети — все пожевут травку. По рассказам она притупляет чувство боли, страха, жажды. Человек становится, как зомби. Страха нет. Ноги длинные, сами худые. И лезут, лезут на корабли. Ничего не боять, животы рвут, а по колючку. Ну, зарастает. Ничего не страшного. Экипаж боевой, просто так они не сдавались. Они пока маневрировали старпом, выскочил на палубы, лестницы их не пытались скинуть. Они приготовили гайки, подшипники, шары от подшипников с рогаток, постреляли. Всем, чем могли, не отбивались. И максимально усложнили захват с углом. Но, тем не менее, огнестрельное оружие, есть огнестрельное оружие. Как говорится, пуля дура, можно найти. Правильнее было всего уже в данной ситуации, когда пираты начали подниматься на борт, как они и поступили. Объявили эвакуацию экипажа. Если не получается уйти от пиратов, должно быть оборудовано помещение для эвакуации всего экипажа. Экипаж спускается либо в машинное отделение, в данном случае в Московском университете. Спустились в румпельное помещение, там было оборудовано и снабжено водой, медикаментами кое-какими, продовольствием. Если экипаж изолировался, он развязывает руки военным, которые могут принять попытки и действия какие-то по их освобождению. Если пиратам удалось захватить члена экипажа, тогда уже проблематичнее становится это. Потому что мы не имеем права и не можем рисковать жизнью гражданских людей. В соединении Евросоюза и НАТО отдельные два соединения работало. Вот они нашли по координатам судно это по аварийному булю, вышли на связь, что они изолированы, что они находятся в румпельном помещении, пираты пытаются их достать оттуда. И выходили раза три-четыре в течение дня. То есть как пролетали самолеты, ходили на связь на 16-м канале. И знали, что мы идем, мы готовили группы свои. Я был командиром десанта морской пехоты. У меня было три офицера, я и еще два офицера. Мы сформировали три штурмовые группы. Первую группу возглавил я, вторую – старший лейтенант Ирхин Сергей. И третью группу прикрытия возглавил подполковник Кистанов Олег. В итоге у нас 23 человека группа была. У меня еще снайперы сидели на прикрытии. Грубо 15-17 человек нас штурмовали. Мы понимали, что идти далеко, и им надо продержаться. Связь с ними пропала. Мы успели сказать, что мы поднимаем вертолет, идем в вашем направлении. Все, чтобы они ждали, чтобы не теряли веры в себя. Чтобы успокоить, мы были очень далеко от них. 345 миль – это порядка, ну, грубо, под 700 километров. Мы шли сначала 17 узлов, потом раскачегарили до 21 узла корабль. Ну, для этих проектов это хорошая скорость. Стурманы рассчитали, что подойдем в районе двух часов ночи. Если честно сказать, есть не могли. Просто волнение за экипаж. Одно желание успеть, успеть добежать туда. Началась подготовка, группы у меня были готовы все, я в них был уверен. Мы готовили их до выхода здесь месяц. Переходим, по кораблю все облазили, по кошкам лазили, как обезьяны. Страха не было, важно было только успеть. Парни молодые все. Да, у меня 18-19 лет было. Контрактники молодые. Все рвались в бой. Обращаюсь ко всем, кто находится на борту судна Moscow University. Требую освободить экипаж и покинуть борт Moscow University. Иначе я буду применять оружие. Я иду на сближение. Экипаж отбивался от пиратов как мог. Все правильные решения, которые в данный момент можно было принять и осуществить, они все это сделали. Там у них большие вентиляционные отверстия, пираты туда засовывали автоматы, стреляли по ним. Могли зацепить любого, но благодаря вот этим действиям капитана, старпома, молодцы все. Всего экипажа они заложили швартовыми в ход. Швартовые – это канаты толстых, толстые канаты. Вытянуть их невозможно, потому что найти конец и попробовать протянуть – это нереально. Поэтому пираты пытались их поджечь, жгли их, пытались достать. Им нужен был хотя бы один заложник, чтобы они нам его показали, и все. На этом штурм бы закончился. Мы планировали чуть поближе к танкеру, конечно, поднять вертолет, идентифицировать судно. Если отсутствует сопротивление пиратов, огневое воздействие на вертолет, высадить штурмовую группу и захватить корабль. При подлете к суду мы осветили его прожектором, сразу в ответку полетел огонь. Пираты открыли огонь по нам, сразу доложили на командный пункт, и на кровать встали огневые точки. Есть корпус корабля, и все, что выше корпуса – это настройка называется. Мы сделали несколько заходов по настройке, поработали. Перестрелка вроде прекратилась, тоже отработали по корме. И получили указание командира отряда вернуться на корабль. 128 кабель там оставалось, ну, грубо 12 дней рядышком корабль в другую. Вертолет посадили, я прибыл. Командир отряда собрал нас на принятие решения по дальнейшим действиям. Все обсудили, все обговорили. Мы подошли к Московскому университету, кораблю уже на БПК «Шапошников» непосредственно. И тогда вышел на 16-м канале на нас представитель пиратской диаспоры с этого корабля. Ну, знающий английский, у них в команде обязательно должен был один знающий английский язык для общения по выкупам и так далее. И довел нам, что вы что хотите, то и делайте. У нас заложник, вот, если будете атаковать, мы его убьем. И сразу же вышел по 16-му каналу капитан судна Московский университет. Можете брать их живьем или мертвым, как хотите. Мы закрыты в рубином отделении. И нам сразу это развязало руки. Готовились, да, ну, чтоб лицо не блестело, и отблесков от света не было. Ну, все равно надо было какую-то маскировку наносить на себя. Идентифицировать себя, там, повязки навязали белые на себя на левую руку. И лица, конечно, замазали в черный цвет, чтоб не было облесков отблесков. Ну, так, так положено просто, так и сделали. Официальный штурм, 22 минуты. Фрегат маршал Шапошников притормозил, скинул ход. Мы, обогнув на свою часть, подошли к корме танкера Московский университет. Подошли незамеченно. Начали забрасывать кошки. Кошки — это крюк с веревкой. Кошку зацепили. Зацепилась за леера. Звон металла об металла, и разбудили пиратов. Ну, они нас увидели и открыли огонь по бассерноходной лодке. Расстояние где-то, ну, грубо, 10 метров. Очень сложно попасть без тепловизора. Такая ночь у африканца, которого невинно. Который сливается и с морем, и с ночью, и с кораблем. Высунулся там борта. У нас оружие 5-45, они борта не пробивают. Вот, у них 7-62, шьют хорошо. И они вылезли. По нам очередь дали. Сели. Мы накрываем. Понятно. Все в холостую. Ну, такая перестрелочка продолжалась. Корабль освещал световыми зарядами. Они так себе на парашют ехали. Но снайпера не могли работать. Да, не могли поснять никого. После того, как вторую пошлю зацепили за Бруно, тоже не удалось за Леру зацепить. Перестрелка пошла с пиратами. У меня было с собой по 4 магазина. Заканчивались боеприпасы. Было принято решение отойти к кораблю. Перезарядиться. По прикрытиям второй группы штурмовой группы мы отошли. Перезарядились. Видели, что слева борта привязаны к штурмоведе пиратские эскифы. Мы решили, раз с кошками не получается зацепить, мешала колючка. Перешли на левый борт. Перенесли штурм. Мы с левого борта по их эскифам. А еще плюс в эскифах лежал пиратский штурмовый трап. И мы, используя их штурмовый трап, поднялись на борт. Я так понимаю, что в момент поднятия нас они уже сдались. Морально сдались. В момент перестрелки у них вошли первые потери. Видя все, что происходит, подняли руки. Начали собираться, просить, чтобы мы не стреляли. Дальше не убивали их. И отпустили их в Сомали. Ну, к себе домой. Наше дело уже было зачистить судно. Проверить, что все ли вышли. И освободить наших. Назначенные люди производили увязку. Их там руки связывали, ноги пока. А я дальше своей штурмовой группой. Мы работали по плану. Зачистили настройку. Вся настройка была в крови. Там все измазано. Видать, когда пираты получали ранения свои. Бегали по каютам и стали видать аптечки. Все двери пытались там ножами ковырять. Пооткрывать. Я потом на пиратов рассмотрел, наверное, часа через полтора. После полной зачистки судна. Когда освободили уже наших граждан российских. Тогда уже была возможность подойти, посмотреть. Кто вы, товарищи пираты? Чем надо здесь? И так далее. По потерям у них двое скончались. И один оказали медицинскую помощь. Он был ранен на вылет. В плечо. Пуля одному попала в шею. Вынесла кусок челюсти. Ну, челюсть прям. В лицо вынесла. Такое тяжелое ранение получил. Он скончался где-то в течение часа примерно. А второй мы не заметили. Да, сразу ранен был в копчик. Не видно было. Ни крови не было. Вообще у них кровь практически не шла. Очень странно. Либо это действует травы-кат. Я так и не понимаю. Обычно, когда пуля прилетает, там дужа крови. А здесь вообще сухо все. Раны все сухие. Я не понимаю, почему так. Наши медики высадились тоже на Московский институт после захвата. И оказали всю медицинскую помощь, кому это возможно оказать. Вид, конечно, удручающий. Жалко смотреть. Не то, что жалко. В рванье, в хламье. Ноги все в язвах. У них один из отличительных признаков оператора – это ноги в язвах. Потому что они постоянно в морях. Соль вот эта раздражает, съедает кожу. Кто-то там молодые были, там 17-18 лет. Не помню. Самому старому порядка сорока. Ну, даже в 18-м подвес жены допрашивали. У них там многоженство развито. Кто-то смотрел, опустив глаза. Кто-то понимал, что натворил. А там был товарищ, такой взгляд у него очень волчий прям. У них у всех глаза налиты кровью. Белков практически не видно. Но я так понимаю, это из-за травы. У них как-то едят свой. У всех там, у всего там народа. Еще были не разработаны, не приняты международные и вот правила поведения с пиратами. Я знаю, что в 2009 году сдали пиратов в Пакистан. Потом вроде как начали на Сейшелок, на островах там тюрмы готовить. Вроде туда хотели их сдавать. Что касается наших пиратов, мы получили указание сверху отправить домой. Мы загрузили туда 11 пиратов, два из которых закончились. Ну, как закончились-то, умерли в результате травм. Им дали воды. Я не скажу сейчас по количеству воды, но 10-литровка, по-моему, точно была. Естественно, оружие мы им не вернули, дабы исключить следующих захватов. Да, и дали им шанс. Их никто не звал на российскую территорию. Мы ничего такого не делали. Мы освободили наших. Они на нас прыгнули с оружия. Они пытались убить российских граждан. Мы освободили российских граждан и отправили самолистов домой. Что с ними дальше произошло, никто не знает, и мы не знаем. Доплыли хорошо. Надеюсь, что доплыли. Ну, с учетом того, что у них были бочки с топливом, у них работающий двигатель, ну, в течение там суток могли бы нагреться. Получилось провести такую удачную операцию, которая, я так понимаю, даже вошла в какую-то историю. Это впервые в мире. В мировой практике это произошло. Приезжали даже женщины вот уже в Владивосток. Потом пособирали у нас вещи. В частности мой билет «Тельняшка». Забрали в Москву в Центральный музей вооруженных сил. Насколько понаслышке, вот насколько получилось понять, что организация пиратства произошла вот от Британии. Англосакс. Вот первые деньги на захват судна выделяли они, оружие они поставляли. После того, как начали пираты бояться выходить в море, потому что русские корабли, мы работали не под эгидой ЕС, не под эгидой НАТО. Мы отдельным кораблем приходили и работали. Пираты начали бояться выходить в море. И надо было завязать дальше деньги. Ну там большие деньги, поток шел. Я туда тоже лезть не хочу. Ну надо было как-то дальше зарабатывать. И начали навязывать охрану. Придумали охрану кораблей. Сажали их в Сойерском канале. Сойерский канал проходили там. Подвозили охрану. Дальше в Красном море они получали оружие. Проходили опасный коридор. И под Шерланкой снимались. Их снимали с судна. Я почему-то это все знаю. В 2011 году был в конвое у меня танкер. Мы находились в Красном море. Собирали суда в конвой свой в сторону Сокотры. Через Адамский залив опасный. И на судно запросилось в конвой. На нем была английская охрана. То есть уже охрана была. И капитан с Новороссийского попросил еще охрану нашу. Он перевел англичан в состав пассажиров. Оружие они собрали, сдали в сейфы. Мы находились с ними на протяжении 3-4 дней. Сопровождали пока корабль. Они там бегали, прыгали, разминались, занимались, тренировались. И так побеседовали с ними через переводчика. Я узнал, сколько они зарабатывают. Так интересно было, где их там грузят, где они загружаются на корабль, где их снимают с корабля. Зарабатывают они неплохо. Суммы называть не буду. Такие хорошие суммы за сопровождение судов. А охрану вязать – это минус компания, насколько я помню, 40 тысяч долларов. Ну, чисто отмывание денег очередное. Одной определенной стороной, о которой я вам сказал. Частные военные компании. Они были в основном английские в Великобритании. И попадались мне итальянцы. В 2017 году я ушел на пенсию в конце года. Сейчас я работаю уже три года в клубе «Юный патриот Родины». Воспитываем молодежь. Прививаем патриотизм. Обучаемся истории. Не забывали наши победы. Победы наших отцов, дедов. Растим новое поколение уже с любовью к Родине. Мы все понимаем, что им дальше жить. И как мы их подготовим сейчас, так и будет дальше жизнь складываться и в России, в частности. И в головах у всех. И в международном плане тоже. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова